Стоит случиться какому-нибудь вооруженному конфликту, как все люди переключаются именно на него, причем немедленно становятся специалистами, особенно в том, что касается территориальных претензий, войн в прошлом веке и права и справедливости тех или иных стран на свои территории. А я увидел, что вокруг войны в Израиле как раз вот такой довольно странненький флер. Люди обсуждают, кто что должен был сделать в 1948 году, как должен был бы поступить Израиль после того, как его попытались уничтожить и прочее, прочее. Мне кажется, это довольно странная дискуссия, потому что сейчас, в 2023 году, мы говорим об акте конкретной агрессии и об угрозе жизнью. Мы говорим о людях, которые нападают на мирные поселения и перерезают там люди шеи, которые семьями расстреливают мирных никому ничего не сделавших людей, уводят бабушек в деменции в свой плен и берут туда же и детей, если не убивают их. Поэтому мне кажется довольно странным обсуждать исторический контекст происходящего. Ну и, к сожалению, довольно долгое время машина пропаганды работала в том числе и на Западе на поддержку террористов и на поддержку боевиков. Поэтому даже у вполне себе просвещенных людей с неплохим образованием совершенно неправильное представление о том, что такое Хамас, что он делает в газе, насколько газа находится под контролем Хамаса и в чем глобальная проблема происходящих сейчас событий. Почему у Израиля буквально нет другого выхода, кроме как проводить наземную операцию или, как минимум, почему Израиль так считает. Обо всем этом я вам сегодня расскажу, потому что как раз история с пропагандой для меня довольно специфична и я за ней слежу довольно давно. Потому что то, как ведет себя Хамас, то, какой месседж они толкают и внутри, собственно, палестинской автономии и за ее пределами, давно стала объектом моего внимания. На КПП в газе я побывал в 2018 году и для меня тогда многое стало удивительным, потому что та картинка, которая рисовалась мейнстримными, в том числе западными медиа, сильно отличалась от того, что было на самом деле. Через несколько дней после того, как я оттуда уехал, из газа был проведен один из самых массированных обстрелов того года. Но для начала давайте вообще поймем, что такое Хамас, что они делают в газе и почему Хамас это не просто террористическая организация, а террористическое квази-государственное образование со своей армией, со своей инфраструктурой, со своими медиа, со своим министерством здравоохранения. Это не просто отдельно взятая террористическая группировка, это буквально руководители двух миллионов человек, которым они отдают приказы, которых они с детства обучают и которых они натаскивают на то, чтобы убивать евреев. Нет, это не фигура речи, если вам кажется, что когда кто-то говорит, что Хамас или жители Газа хотят убить евреев, и вам кажется, что это фигура речи, это не так. Это буквально месседж, который они с детства начинают вдалбливать детям. Сейчас очень много разговоров про мирных жителей палестинской автономии, про мирных жителей Газа, и, поймите меня неправильно, я естественно за то, чтобы как можно меньше мирных жителей пострадало в результате того, что Израиль вынужден сделать для обеспечения собственной безопасности. Но есть проблема, и проблема эта заключается в том, что часто те, кого предъявляют нам, собственно, Аль-Джазир или другие медиа, аффилированные с, скажем так, пропалестинским миром, это частенько подмена понятий. Ну, судите сами, можно ли считать мирным гражданином человека, который находится в штабе террористической организации? Можно ли считать мирным человека, который находится на крыше больницы, но перед ним стоит минометный расчет или расчет для запуска косамов? Это так называемые боеприпасы, которые делаются из водосточных труб, водопроводных труб в Газу со стороны Израиля поставляются водопроводные трубы, потому что, как это не удивительно для многих, но страшная израильская военщина, это ровно те люди, которые поставляют в Газу воду, электричество и много чего еще. Основной транзит товаров в Газу идет как раз через Израиль. Более того, Израиль покупает товары и из Газы, чем обеспечивает рабочие места и экономику Газа как таковой. Экономика Газа вообще зависит от Израиля очень сильно, поэтому страшная израильская военщина, которая спит и видит, как уничтожить Газу, на самом деле является одним из основных источников дохода для простых людей в Газе. В отличие от, например, европейских организаций, которые выдают гранты руководству Газа. А знаете, кто руководство Газа? Это как раз Хамас. Собственно, палестинская автономия разделена на два куска. Собственно, сектор Газа и западный берег реки Иордан. Если на западном берегу реки Иордан там ФАТХ, который тоже, честно говоря, террористическая организация, но они хотя бы в своей риторике говорят, окей, уничтожение всех евреев не является нашей, по крайней мере, первостепенной задачей, то Хамас это как раз организация, которая ставит это в свой приоритет. И, собственно, та часть, которая контролируется Хамасом, она действует полностью в интересах Хамаса. Хамас это не просто террористическая организация, это не просто 40 тысяч боевиков внутри двухмиллионной территории. Это государственные органы, а точнее квази-государственные. Хамас контролирует все. Больницы, школы, телевидение, вообще все. То есть это не просто какая-то территория, где спрятались террористы. Эти террористы полностью ею руководят. Ну как ИГИЛ. Вы же не будете говорить, что в ИГИЛе, значит, были террористы, а были мирные жители. Хотя я уверен, что под контролем ИГИЛа в том числе сохранялись и мирные жители, как это и есть сейчас в палестинской автономии, в секторе Газа. Однако главное для понимания сложившейся ситуации это то, что Хамас полностью контролирует территорию Газы. И полностью контролирует все, что там связано с типа мирной жизнью. Вы скажете, Майкл, ну окей, тогда получается это все заложники. Это действительно заложники. И мировые организации, журналисты должны были больше внимания обращать на то, что делает именно Хамас. Именно Хамас делает живой щит из мирных, как он их называет, граждан. Именно Хамас делает так, что размещаются ракетные системы на крышах больниц и во дворах школ. Именно Хамас создает ситуацию, которая вредит мирным гражданам и несет для них опасность. Но претензии почему-то предъявляются не к Хамасу. Почему? Потому что организации международные понимают, что с Хамасом они ничего делать не собираются. И даже приостанавливать помощь, собственно, сектору Газа. Почему помощь сектору Газа идет в руки Хамаса? Потому что Хамас контролирует там все. Верхушка Хамаса имеет огромное количество денег как раз из этой гуманитарной помощи. Население же Газа бедствует. Это одна из самых бедных территорий на планете Земля. Там одна из самых больших в мире безработиц. Там нет доступа к нормальной воде, по крайней мере, вот круглосуточного. Там очень грязно. Там очень много болезней. Там очень много детской смертности. В общем, Газа это чудовищное абсолютно место на планете Земля. И таким Хамас делает его специально. Они разворовывают всю гуманитарную помощь для того, чтобы люди становились лежлее и вербовались в боевое крыло Хамаса, становясь террористами как взрывниками-смертниками, так и просто террористами-одиночками для нападения в разных частях света. Опять же, нужно понимать специфику Хамаса и религии, которые в секторе Газа существуют. Да, там ислам, но ислам радикальный. В самом Израиле живет огромное количество арабов. Это примерно 20% населения. Более того, среди них немало есть мусульман. Они нормально взаимодействуют с Израилем. Они нормально взаимодействуют со всем миром. Потому что не надо путать радикальные религиозные течения, которые были и в христианстве. Есть даже специфические в буддизме, но не так важно. В общем, есть радикальные течения, которые не связаны с религией как таковой, а являются ересью, если хотите, на религиозном языке. И которые и приводят к радикализации. Чем больше распространяются такие радикальные учения, тем больше опасности есть для всех. И вот, собственно, у Хамаса были проекты в интернете, где они призывали мусульман по всему миру становиться шахидами. Не шахидами, не дронами, а, собственно, смертниками-взрывниками-смертниками. То есть, открыто, в секторе ГАЗа, с самого детства, детей учат становиться террористами. Это не отдельно взятая проблема какого-то конкретного района или квартала. Это происходит по всей ГАЗе. Более того, это происходит в школах. Это происходит везде. Если ваш родственник стал террористом, если ваш родственник где-то взорвался или пошел атаковать, например, какие-то израильские автобусы, то семье этого террориста в ГАЗе будет почет и уважение. И государственная пенсия. Нужно понять одну простую вещь, что в секторе ГАЗа не присутствует террористическая группировка. Сектор ГАЗа – это территория, населенная двумя миллионами человек, полностью находящаяся под контролем террористической группировки. Это террористическое квази-государство, сравнимое разве что с ИГИЛом или ИГЭ. И вот в этом понимании уже становится более очевидно, почему Израиль делает то, что делает. Опять же, вам может это не нравиться, вы можете быть против этого, вы можете рассказывать бесконечные истории, кто в какой момент на какую территорию раньше пришел. У меня, например, очень четкая позиция, которая заключается в том, что если нет военной агрессии, то тот, кто начал военную агрессию, всегда виноват. А если в рамках оборонительной войны страна, на которую напали, захватила часть территории агрессора для обеспечения собственной безопасности, то эта территория теперь по праву является частью территории той страны, которая защищалась. Ну, то есть, как история, например, с голландскими высотами. Не так важно. Это моя собственная позиция, вам не обязательно исследовать, вообще не важно. Просто для понимания ситуации вы должны понять, что существование гигантского квази-государства, где Хамас подпитывает всех людей, держит их специально в нищете и голоде для того, чтобы с 5-6 лет они хотели взять в руки автоматы и пойти убивать евреев, это экзистенциальная проблема для государства Израиля. Под мировым давлением Израиль пытался эту проблему не то чтобы игнорировать, но, скажем так, Израиль подумал, что если построить достаточно большую стену, если сделать достаточно хороший железный купол, если будет достаточно хорошая разведка, то черт с ними, пусть они делают, что хотят, и, соответственно, мы сможем защититься сами. В 2005 году, в августе, Израиль выходит из Газы, плод давлением международного сообщества, потому что, как вы знаете, он, собственно, признает палестинское государство, частично признано оно, короче, есть арабское государство, там на территориях, это, собственно, сектор Газы и запад реки Иордан. И Израиль говорит, хорошо, мы уходим, все, все наши поселения из Газы, все наши солдаты, все наши офицеры, все будет убрано. Израильское население тоже было не против, потому что, естественно, внутри самой Газы совершались и вылазки на израильских солдат, это приводило и к потерям, и, в общем, большое количество средств расходовал Израиль на то, чтобы держать сектор Газа под контролем. И поэтому, уйдя оттуда, Израиль и мировое сообщество надеялись, что все теперь станет хорошо, но хорошо не случилось. В 2006 году, в январе, там прошли выборы, и на выборах как раз конкурировали две достаточно радикальные организации, это ФАТХ и ХАМАС. ФАТХ на тот момент был менее радикален, и более того, сейчас принято говорить, что ФАТХ это как бы тоже террористы, и у них радикальные течения, но они как бы помягче, чем ХАМАС, поэтому, значит, с ними можно говорить, а с ХАМАСом нельзя. Я не особо это разделяю, потому что, на мой взгляд, террористы есть террористы, и как бы не надо их разделять на сорта разные. Тем не менее, по факту, ХАМАС выиграл эти выборы. То есть, люди проголосовали за ХАМАС. Почему они проголосовали? Во-первых, ХАМАС был более радикально религиозен. То есть, ХАМАС шел с повесткой, что надо убивать всех евреев. Еще раз, я не преувеличиваю, это буквально их повестка. Они говорят не просто, что надо там, не знаю, захватить часть территории Израиля, не просто освободить, я не знаю, от израильской оккупации, западный берег реки Иордан, или еще что-нибудь такое. Они говорят, надо убить всех евреев по всему миру. Это цель ХАМАСа. Такая же, кстати, у Ирана. Иран не квази-государство, а государство. То есть, Иран это террористическое государство. ХАМАС пока террористическое квази-государство. И, в общем, до этих выборов ХАМАС, вот такая как политическая сила, которая там появилась, она предлагала, во-первых, более радикальную религиозную концепцию, а, во-вторых, эта организация занималась тем же, чем занимаются всякие мафиозные бандитские террористические структуры в разных странах для того, чтобы выигрывать выборы. Они начали делать благотворительные проекты, они начали создавать медрессе, это школы для, собственно-таки, мусульманские школы. Короче говоря, как какая-нибудь сицилийская мафия или еще что-нибудь такое. Короче, они начали вот задаривать всех людей. Люди такие, да, класс, голосуем. Значит, проголосовали, я ХАМАС сказал, а теперь мы будем уничтожать все вообще признаки еврейства в этом мире, и мы не потерпим никакой с собой конкуренции. Хотя формально гражданскую войну начал ФАТХ, не признавая результаты выборов. В итоге там, напомню, из Газы только что вышел Израиль. Выход Израиля был под лозунгами мировой общественности, что смотрите, дайте вот палестинцам самим строить свое государство, прекратите их третировать, они сейчас, вот вы уйдете, сейчас все у них станет хорошо. Ушел Израиль, началась гражданская война, ХАМАС пришел к власти в секторе Газа, теперь, значит, ФАТХ находится на западном берегу реки Иордан. Там я еще многое пропускаю, да, потому что, опять же, исторический эксцесс очень большой, но моя задача сегодня не в том, чтобы вас просветить по истории. Уже тысячу роликов вышло на самых разных каналах, которые перепрофилировались на конфликты на Ближнем Востоке. Тысяча роликов вышло, что там, когда, где происходило. Моя задача не в этом. Моя задача показать вам проблему, с которой столкнулся Израиль, и почему то решение, которое Израиль будет, собственно, осуществлять, для Израиля, с точки зрения Израиля, является единственным возможным. Короче говоря, вот с приходом к власти ХАМАСа Газа стала полностью террористической. Теперь все задачи и все средства уходили на то, чтобы рыть тоннели, резать на боеприпасы трубы, значит, и рекрутировать, в том числе, самых, вот самого младенчества людей в террористические формирования. Поэтому Газа — это не 2 миллиона мирных человек и 40 тысяч ХАМАСа. Нет, Газа, к сожалению, это ХАМАС, и 2 миллиона человек, часть из которых очень активно поддерживает ХАМАС, готовы брать в руки оружие, причем, к сожалению, зачастую это и женщины, и дети. Ну, то есть, примерно то, что мы с вами видели у талибов в Афганистане и много где еще. Это самая большая проблема, когда вы видите, что организация или квази-государственное образование террористическое использует женщин и детей в своих целях не только как живые щиты, но и как, собственно, участников своей террористической организации. Теперь отдельно про цели ХАМАСа. Может быть, я все придумал, может быть, я вру, может быть, на самом деле они говорили, мы всегда выступали за мир с Израилем, мы не понимаем, почему нас все не любят. Возможно, кто-то из вас предполагает, что именно так это обстоит, но нет, к сожалению, это совсем не так. Последнее, что хочет делать Израиль, это рисковать своими солдатами, тратить огромную кучу денег на то, чтобы заходить в Газу, где плотная жилая застройка и самые густонаселенные районы в мире, где 2 миллиона человек живут на крошечном клочке земли. Нет, конечно, Израиль этого не хочет. Это очень опасно, потому что такая плотная жилая застройка неминуемо приводит к потерям, в том числе для наступающей страны, то есть для армии Израиля, которая туда пойдет. И в этом контексте, собственно, к сожалению, у Израиля нет выбора, потому что после атаки, которую совершил Хамас, после атаки, которая была совершена со стороны сектора Газа, испарилась сама концепция того, что можно достаточно защититься, чтобы до тебя не дотянулись руки террористов. То есть главное, что изменилось в этом мире 7 октября, это то, что концепция, что если вот не трогать их, а просто защищаться и сбивать летящие ракеты, то все можно контролировать. Эта концепция дала сбой. И теперь никакого другого варианта в Израиле, кроме как уничтожения всего Хамаса, не видит. Но что же делать с мирными гражданами, скажете вы, и будете правы, безусловно, даже те дети, не даже, а особенно те дети, которых я вам показывал, которые смотрят эти палестинские передачи, где говорят, что надо убить всех евреев, это не объекты моей ненависти. Этим детям нужна психологическая помощь. Очень придется потратить много усилий для того, чтобы вернуть этим детям детство, перспективы в жизни и возможности. Это касается не только детей в Палестине, но и огромного количества людей. Еще раз, 2 миллиона человек живут в крайней нищете, без нормального доступа к чистой воде, без нормального доступа к благам современной цивилизации. Это очень и очень плохое место. Ну, я имею в виду сектор газа, точнее то, во что его превратил Хамас. Причем превратил Хамас специально. И что со всем этим делать? Ну, во-первых, вы наверняка видели, что Израиль активно пытается убедить жителей сектора газа переместиться на другую часть сектора газа. То есть речь идет по почти миллионе человек. Это довольно сложно переместиться в столь такой короткий срок. Но Израиль довольно активно и разбрасывает листовки, и предупреждает, что любой, кто будет рядом с военными объектами, рядом с террористами, может быть уничтожен. Израиль раньше довольно щепетильно относился к вопросу удару по мирным объектам. Вы наверняка знаете про израильскую тактику, когда они скидывали полые бомбы, или бомбы без заряда, или вообще болванки, на крыши домов, чтобы люди понимали, что скоро туда прилетит, соответственно, ракета. В чем проблема такой тактики? Террористы тоже оттуда уходят. Израиль, поменяв свое отношение к происходящему, и поняв, что речь идет о его существовании, как страны в принципе, изменил эти тактики. Теперь Израиль готовится к наземной операции и к полному уничтожению Хамаса. Не как это было в 2008-м при операции «Литой свинец», а прям заход в газу и контроль над газой. Для того, чтобы уничтожить весь Хамас, и для того, чтобы взять под контроль и реинтегрировать население газа. Насколько я представляю этот план сейчас. На самом деле, для сектора газа это очень хорошая новость, потому что вот те самые 2 миллиона человек, они наконец-то окажутся в условиях, когда все деньги, приходящие в этот сектор, не будут распилены сверху, когда до них будет что-то доходить. У них появятся нормальные школы, нормальные больницы. По телевизору перестанут крутить не только детскую пропаганду. Это я вам показал детскую пропаганду, но там есть и взрослые. Там просто напрямую призывают к убийствам. Часть ее я вам тоже показал. И, собственно, у людей в газе будет возможность на нормальную реинтеграцию. Практика показала, что нельзя просто построить стену и надеяться, что угроза пройдет сама. Поэтому Израиль, судя по всему, проведет наземную операцию и будет реинтегрировать жителей газа обратно в цивилизованный мир, чтобы у десятилеток не было автоматов и желания убивать всех евреев. Конечно, кто-то скажет, что с юридической точки зрения это неправильно, есть вот там решение ООН, есть еще чего-нибудь. Понимаете, в чем дело? Израиль это больше не волнует. Ну, то есть, да, долгое время на Израиль оказывалось давление мейнстримными международными медиа, Аль-Джазирой какой-нибудь и прочими, и Израиль вечно был в позиции защищающегося, потому что огромное количество мейнстримных медиа, некоторые даже говорят, это вот леваки, но это не так. Ну, то есть, есть как бы справа, слева, и вообще право и лево сейчас в современном мире довольно относительная штука, но действительно многие поддерживали вот этих самых террористов из сектора газа. Террористов, которые, если бы эти люди, которые их поддерживали туда, в сектор газа, приехали, особенно с еврейскими корнями или с каким-то лицом, которое бы в секторе газа не понравилось, эти люди были бы немедленно убиты. И, собственно, поэтому Израиль был под международным давлением, но теперь Израиль под гораздо большим давлением, под давлением внутренним. То, что произошло 7 октября, это трагедия, которую мало кто может осознать. Израиль довольно маленькая страна, 8 миллионов населения. И для нас, особенно для людей, которые почти 600 дней следят за войной в Украине, что такое 1300 человек и 3,5 раненых? Это не такие гигантские цифры, но для Израиля это чудовищно много. Практически в каждой семье есть человек, который кого-то знает, о ком-то слышал, кто погиб в результате налета жителей сектора газа. Кстати, интересная особенность. Сам Хамас говорит, что все бесчинства, которые делал Хамас на территории Израиля и в кибуцах, делал не Хамас, а мирные жители газа. Хамас говорит, что они прорвались через забор, когда Хамас уничтожил забор. Вот они-то зашли в поселение и начали всех убивать направо и налево. То есть как раз сам Хамас кивает на мирных жителей газа. В итоге у Израиля теперь большое внутреннее давление. Люди понимают, что они не в безопасности, что план, который был с 2005 года, что мы просто закроем глаза и построим стену, он не работает. Поэтому нравится вам это или нет? Разделяете ли вы желание палестинцев убить всех евреев или не разделяете? Независимо от этого наземная операция будет. Каковы будут ее параметры и сложности, мы, наверное, с вами тоже обсудим, но отдельно. Видите, сегодня просто выходной день, поэтому я решил, что можно немножко уйти в сторону от войны в Украине, по которой тоже сегодня вышло видео и по которой будет видео выходить и дальше. Но просто вот этот вот огромный поток лживой информации, в том числе в приличных изданиях, рассказывающих про бедных и несчастных жителей сектора газа, показывающий разбомленный квартал, но не уточняющий, что это квартал как раз верхушки Хамаса, где жили только они и прочее, прочее, прочее. Это, мне кажется, довольно нечестно. И у вас может сложиться неверное впечатление о том, что сейчас происходит и по каким причинам происходит. Я надеюсь, что сегодняшний контекст дал вам возможность как минимум понять суть происходящего. Не обязательно с ней согласиться, не обязательно во всем соглашаться. И более того, скажу для тех, кто поддерживает Израиль, я тоже поддерживаю Израиль, поймите одну вещь. Вот эти вот люди, которые выходят на, там, тысячи человек, которые вышли на демонстрацию в Калифорнии, да, вот эти вот какие-то западные студенты, которые пишут «Мы с Палестиной», вы тоже их поймите. Не в том смысле, что как-то им очень тяжело, а в том смысле, что они живут в совершенно другом информационном пространстве. Они не знают про то, кто такие Хамас. Они не знают, что Хамас делает в Газе. Для того, чтобы хотя бы понять нынешнее положение дел, нужно посвятить большое количество времени этому конфликту, да, просто я за ним слежу довольно давно, хоть и, ну, как бы не записываю об этом какие-то видео, а для того, чтобы разобраться со всем ближневосточным конфликтом и всем, что там происходило, всеми войнами территориальными изменениями, и причем не вот с 48-го года, да, а даже с захлестом туда-туда-туда в Иудею, значит, это нужно очень много времени и усидчивости. К сожалению, многие, начитавшись каких-нибудь, скажем так, журналистов, которые не очень заморачиваются над анализой, проверкой тех фактов, которые они предлагают публике, у людей сформировывается неправильное ощущение, и им кажется, что они выходят на защиту плачущего ребенка в том, что эти люди называют Палестиной, а не на защиту плачущего ребенка давно положили рядом с собой в штабе, сделали ему игрушечный автомат и надеются, что лет через пять он пойдет взрывать автобус. А с вами был Майкл Наки, и я надеюсь, что с минимальными жертвами пройдет операция, которую Израиль будет проводить в секторе Газа, у меня нет сомнений, что операция будет, я надеюсь, будет минимум жертв или не будет вообще среди израильской страны, я надеюсь, что мирные жители сектора Газа тоже не пострадают, и более того, что после того, как Израиль восстановит порядок в секторе Газа и уничтожит там террористические квази-государственные организации, захватившие власть над двумя миллионами людей, после этого и мирные жители Газа наконец-то заживут нормальной жизнью, они продолжат влачать нищенское существование с одним лишь желанием убить всех евреев. С вами был Майкл Наки, вы можете поддержать это видео лайком, комментарием, подпиской на канал, можете поддержать на Патреоне, ссылка будет в описании, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok